МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шагарданский диалог. В Батревском районе гости из разных регионов и стран обсудили, как развивать сельский бизнес. Благодарность за труд работникам агропромышленного комплекса Чувашии вручили государственные награды. Сосудистый патруль в Чебоксарах прошли акции, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультами. В конце октября свой праздник отмечают представители профессии, без которой представить жизнь просто невозможно. И это не преувеличение. Речь о работниках сельского хозяйства. Аграрии Фаликовского района сегодня поздравил глава Чувашии. Крестьянский труд никогда не был легким. А в нынешней политической ситуации, как следствие, период санкций легче явно не стал. Однако за год прилавки в магазинах не просто не поредели. На упаковках многих продуктов, которые традиционно возили из-за рубежа, теперь написано «Сделано в России». В Аликовском районе в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечали выставкой лучших хозяйств. Гостей угощали вареньем, соленьями, выпечкой, свежим молоком и сметаной. Весенний корейский сад. Вы его пробовали, Михаил Васильевич? Попробуйте еще новый сезон, выработанный. Это сейчас. Селяне могут отдохнуть, посмотреть концерт. В уборочную страду люди и техника на полях работали практически круглые сутки. Итог – хороший урожай. Наши крестьяне благодаря своему трудолюбию и упорству вырастили хороший урожай зерновых, овощей и картофеля. Запасли на зиму корма в достаточном количестве. Спасибо вам за ваш вклад в развитие района, за верность родной земле и крестьянскому долгу. Глава Чуваши отметил, сельское хозяйство, создание комфортных условий для жизни и работы селян сегодня в приоритете у государства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дает четкие, жесткие поручения, чтобы на сельское хозяйство выделяли соответствующие средства. С одной единственной целью, чтобы сельхозтоваропроизводитель мог посчитывать свои расходы, когда цены снижаются, чтобы эти цены с учетом государственной поддержки позволяли ему зарабатывать прибыль. На празднество у аграрии в совсем немного времени уже скоро начнется подготовка к весенним полевым работам. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика. День работников сельского хозяйства Чуваши завтра, но поздравления селяне начали принимать уже сегодня. В Доме правительства прошла торжественная церемония вручения государственных наград за заслуги в развитии агропромышленного комплекса. Имена самых достойных узнали и мои коллеги. Эти люди всю жизнь сеют хлеб, выращивают картофель, производят мясо и молочную продукцию, сажают сады. Они родились кормильцами и всегда помнят об этом. Аграрии и Чуваши знают цену труда. Они выполняют важную миссию обеспечения населения качественной и экологически чистой продукции, а также продовольственной безопасности страны. Трудолюбие у наших предков считалось одной из наиболее ценных добродетителей. Сегодня наша общая задача – сформировать уважительное отношение к труду и людям труда. Крестьянский труд издавна был хоть и благородным, но тяжелым, особенно в период страды. На помощь аграриям приходят новые технологии. Сельскохозяйственная техника, оборудование для животноводства, новинки химической промышленности. Все это требует грамотного применения, а значит и соответствующего образования. Не случайно среди награжденных механики, агрохимики, инженеры, лаборанты. Наша лаборатория, она была аккредитована первый раз в 96-м году. В этом году требования у нас сменились, новый закон о аккредитации. И вы знаете, все лаборатории должны были пройти процедуру подтверждения компетентности своей. И мы нынче в августе, в этом году в августе прошли эту процедуру. Сельское хозяйство Чуваши – одно из направлений, которое даже в сложный экономический период демонстрирует уверенную динамику. Ежегодно увеличивается объем государственной поддержки агропромышленного комплекса. За последние пять лет в модернизацию отрасли вложено более 10 миллиардов рублей. Реализованы порядка 200 инвестиционных проектов. Создано тысячи новых рабочих мест. Глава Чуваши Михаил Игнатьев рассказал и о других мерах. Накануне подписан указ о строительстве новых клубных учреждений на селе. В дополнение к ФАПам, дорогам и новому жилью. В Батаревском районе завершился экономический форум «Шигарданский диалог». Он прошел в пятый раз и собрал более 400 гостей из разных регионов и стран. В этом году участники форума обсуждали вопрос развития бизнеса на селе. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Чак-чак, всевозможная выпечка, мясные деликатесы и мед. На импровизированной выставке фойе местного дома культуры собрали, пожалуй, все, чем богата шигарданская земля. Продукция, произведенная здесь, реализуется и в других регионах. На фоне растущего спроса в этом селе каждый год открываются новые хозяйства. Агроотрасль в республике будут поддерживать и дальше. В следующем году на развитие сел из регионального бюджета направят миллиарды рублей. Более 500 миллионов планируют потратить на строительство дорог и благоустройство, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Ни на один рубль не сократили поддержку сельских территорий. И поддержка это сельского хозяйства. Это основная наша цель для того, чтобы наши земледельцы, производители сельскохозяйственной продукции воспользовались созданными дополнительными возможностями для того, чтобы наши производители свою вручную продукцию или продукты переработки представляли на потребительский рынок. В селе Шигарданы в ближайшие годы может появиться агропарк. Именно он должен объединить местных предпринимателей в один мощный кластер и помочь им продвинуть свою продукцию на зарубежные рынки. На территории Батаревского района планируют открыть предприятие по глубокой переработке овощей, мяса, хранилища, а также представительство поставщиков кормов. Ожидается, что агропарк объединит более 20 различных компаний. В составе структуры предполагаемого нами агропромышленного кластера представительство финансовых и лизинговых компаний, муниципальных организаций и бизнес-сообществ, оказывающих консанты ГВЭ и другие услуги в части поддержки развития бизнеса. Филиалы образовательных учреждений, профтехобразований и УЗов. В Шигарданском агропарке появятся сотни новых рабочих мест. В Федеральном министерстве сельского хозяйства говорят, что намерены поддерживать подобные проекты. На фоне санкций зарубежных стран снижаются импортные поставки. Но свободные ниши должны активно занимать российские продукты. У нас практически по всем показателям, кроме овощей, у нас идет снижение импорта от 25% на молоко и молокопродукты. Ну, до 21% это у нас не хватает. Это только, в принципе, овощи бахчевые. Много у нас фермерских хозяйств. Они не хватает техники, заодно не хватает ресурсов. Много вопросов связано с ремонтом тоже сельхозтехники. И вот этот вот кластер, задача его, во-первых, повысить эффективность работы фельдских, сельских хозяйств. Реализацию этого проекта готовы поддержать и депутаты Государственной Думы. Нужно открывать хранилище и для овощей, и для другой продукции. Необходимо все-таки строить инфраструктуру и логистические центры. Это все затратно. И, конечно, здесь в первую очередь мы очень рассчитываем на Министерство сельского хозяйства. Участники форума «Шигурданский диалог» уже обратились к властям с просьбой оказать содействие в создании агропарка. Реализовать данный проект планируют в ближайшие годы. Медриковалев, Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня в Чубаксарах перед заводом «Вниир» открыли памятник сербскому изобретателю Николе Тесле. Никола Тесла совершил немало эпохальных открытий. Еще в конце 19 века, в годы работы в Центральном телеграфном агентстве Будапешта, ему удалось усовершенствовать аппарат, усиливающий голос. В 1882 году молодой ученый открыл принцип вращающегося магнитного поля. В Нью-Йорке Тесла создал собственную компанию. 20 лет спустя осуществилась и главная мечта ученого. Ему удалось сконструировать турбину на Ниагарском водопаде для выработки электричества. Многие открытия Тесла в области переменного тока легли в основу развития электротехники. За всю свою жизнь Никола Тесла запатентовал более тысячи изобретений. Рядом с памятником легендарному ученому открылся также сквер Николы Теслы. Инициатором этого проекта выступил президент компании АБС Электро Ненет Попович. Глава республики отметил, что за последние годы преобразился весь микрорайон. Мы об этом буквально полтора года назад поговорили, что мы эту улицу будем благоустраивать, расширять, чтобы меньше было пробок. На самом деле, в очередь вы убедились в том, что меньше стало пробок, больше стало красоты. Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с инсультом. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему самая распространенная причина смерти. В зоне риска находятся не только люди пожилого возраста, но и те, кому меньше 40 лет. В рамках акции в медицинских учреждениях Чебоксар прошли дни открытых дверей и занятия в школах здоровья. А в торговых центрах работал сосудистый патруль. Улыбнуться, заговорить, поднять обе руки. Третьих простых движений не даются человеку, у которого случился инсульт. Коварство этого заболевания в том, что на его симптомы зачастую не обращают внимания. И это приводит к губительным последствиям. Диагноз «инсульт» каждый год ставит 4 тысячам жителей Чувашии. Люди за 50, допустим, больше привержены, подвергаются риску. И сопутствующие патологии, люди, у которых повышенное давление, которые не контролируют дома давление, не следят за уровнем холестерина. Такие люди, у них больше риска инсульта. Ну, если в семье, допустим, у кого-то уже родители были, у них тоже повышенный риск предосположенности. На консультациях в больницах врачи-специалисты рассказали о профилактике и лечении этого недуга. Провели скрининг-исследование. В школах здоровья прошли тематические занятия. В семи торговых центрах Чебоксар дежурил сосудистый патруль. Любой желающий смог измерить артериальное давление, рост и вес, а также узнать, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу. Врач посоветовал поменять образ жизни. Поменьше есть жирного, побольше клетчатки есть, овощей, фруктов. Здоровье дороже. Поменяем образ жизни свой. Все эти правила просты и не требуют больших усилий, но позволяют нам чувствовать себя увереннее. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. 4 ноября россияне отметят День народного единства. В праздничные дни изменится график движения некоторых видов транспорта и работы различных ведомств. Так, для удобства пассажиров на три дня изменится график движения пригородных поездов Горьковской железной дороги. 3 ноября во вторник поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 ноября по расписанию воскресенья, а 5 ноября в четверг по расписанию понедельника. Подробную информацию можно получить в Едином информационно-справочном центре РЖД на сайте rjd.ru в разделе «Пассажирам». Также в связи с учетом работы Почты России и Сбербанка в праздничный день скорректирован график доставки ноябрьской пенсии. Так, в отделениях почты пенсии за 4 ноября будут выплачиваться 3 числа, с 5 ноября будут доставляться по обычному графику. В Сбербанк пенсионный фонд перечислит средства 2 ноября, срок доставки с 3 по 7 ноября. Получить пенсии можно, как только Сбербанк зачислит средства на счета пенсионеров. Внушительная трещина с перепадом высот в 10 сантиметров. Такой изъян образовался накануне вечером на проезжей части по улице Университетская в Чебоксарах. Трещина образовалась около 5 часов вечера 28 октября, сообщает портал «За рулем». Известно, что рядом с данным участком в течение нескольких дней проводились подземные работы с коммуникациями, что и могло послужить причиной повреждения. Новость вызвала бурную дискуссию на форуме. Внутри автолюбители переживают за безопасность движения по улице и то, что трещина может разрастись и даже привести к обвалу. Если быстро все не сделать, то и дорога в яму провалится. И не дай бог машины и общественный транспорт. После работы около 8 вечера домой возвращался на маршрутке. В припрыжку пролетели этот участок. Про себя подумал, может лежачего полицейского положили. До этого все гладко было. А на самом-то деле вон что случилось, однако. Такая же ямка давно на пересечении Николаевой 50 лет октября. Однажды забыл про нее. Жму тормоз, а эффектов в полете нет. Пришлось на встречке останавливаться, чтобы в стоящего на красной не въехать. Хорошо, что и для встречки был тоже красный. Между тем, стала известна точная причина происшествия. Ситуация такая. Фитолайн фирма. Там строят какое-то свое, ну, видимо, очередные цветы. Не знаю. Проказали подрядную организацию. Монсаж спецстрой, по-моему. Которая методом ГНБ, то есть горизонтального бурения, под дорогой проводила канал с какими-то сетями. Не знаю, с какими даже. И, видимо, не очень аккуратный исполнитель допустил того, что асфальтное покрытие демонтировалось. Сделились трещины. Сегодня они добурят. Они не добурили даже. Не прошли всю дорогу. Завтра и торгодорожные службы, с кем они заключат договор? Восстановят асфальтное покрытие. Знаки мы установили вовремя. Чебоксары – один из центров отечественного тракторостроения. Чтобы историю этих агрегатов знали все жители и гости столицы, 29 октября 2011 года в Чебоксарах был открыт единственный в России музей трактора. Стальной богатырь, степной пахарь, железный конь – так в народе называют трактор. Он легко справляется с сельскохозяйственными, строительными и промышленными работами и поэтому заслуживает особого уважения. Прикоснуться к истории дружбы человека и машины можно в музее истории трактора. В нем представлено более 500 моделей тракторной техники. Вот недавно нам подарили трактор ДТ-75 «Казахстан». Вообще, у нас большая география. Есть трактора Ташкентского тракторного завода, Кишиневского. В ближайшем будущем у нас будет болгарский трактор Т-54В. Есть у нас румынский трактор, итальянский, австрийский, немецкий, американский трактора. Но, конечно же, самое интересное, самое, можно сказать, историческое – это наши отечественные трактора, начиная от тракторов «Эрзон Путиловец» до сегодняшних тракторов. При музее действует и своя лаборатория «Мастерская изобретателя». Изобретатели-самоучки ежегодно пробуют свои силы в конкурсе самодельной тракторной техники под названием «Кулибин XXI века». Дети школьного возраста, лет 14 лет, приходят к нам в музей. И вместе мы с ними вот так бы создали вот этот маленький трактор в прошлом году на конкурс кулибинных. Ну, правда, пока получился у нас такой неуклюжий, но, я думаю, со временем у нас будут еще лучшие экземпляры. В музее трактора можно не только узнать историю этих машин, но и познакомиться с орудиями труда XIX века, научиться кузнечному делу и даже выковать подкову себе на счастье. Таким стал этот четверг глазами корреспондентов национального телевидения «Чувашием». Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашием». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова